Замучили вот до такой вот степени. Сегодня вот вы не поверите. Муж рассказывал, я спала, он был за компьютером и возле практически моей ноги полстаракан, вот он его убил. Вот он на телефоне. Визит нежеланных гостей в квартиру Аллы Затравиной и ее мужа стал для насекомых уже доброй традицией, а для супружеской четы выматывающим и нервозным периодом в их жизни, который продолжается уже не один месяц. При том, что живут они на последнем этаже, а вот на первом этаже дома тараканов немыслимое количество. Вредители облюбовали все щели и углы. 15 лет здесь живу с мужем. Он больше, он 30 лет, он как построился дом, когда живет здесь. Жил с родителями, потом вот я с ним 15 лет. Такое впервые, такое впервые. Мы никогда такого не видели, мы просто ужасались. Мы накручивали всякие шарики, мы делали всякие дома средства, деклофосы, но ничего не помогало. Они как вот просто, они сами на лифте катаются, как на аттракционах. За помощью жильцы дома номер 19 по улице Ленинградской обратились в управляющую компанию. По адресу выехали охотники за тараканами. С помощью генератора холодного тумана дезинсекторы обработали подвал, технические помещения, первые этажи в подъездах и мусоропровод, где вероятнее всего находились очаги размножения вредителей. Ядовитый туман оказывает смертельное воздействие на членостоногих, микроорганизмы и грибковые образования, а также на мышей и крыс. Местные жители единогласно заявляют, что тараканы в их доме не случайность. Представители управляющей компании не исключают, что насекомых людям могли подбросить. Обилие членостоногих обусловлено, во-первых, временем года, во второй половине лета всегда происходит бум и блох, и тараканов. Но в данном случае есть подозрение, и это подтверждают дезинспекторы, что был вброс. Вброс со стороны компаний, которые производят обработку квартир, то есть частной собственности. На данный момент в планах у коммунальщиков 12 проблемных адресов, где требуется вмешательство дезинсектора. Работы по уничтожению насекомых проводят исключительно по заявкам жильцов. Дезинсекцию проводят в течение 7 дней, пояснили в управляющей компании. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова